Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему женщина не может быть священником? Конечно, можно вспомнить Ветхий Завет, как там левиты только из мужчин собирались, но не, все-таки вспоминаем, в Новом Завете недвусмысленно сказано апостолу Павлу, что в христе нет ни иудеи, ни эллина, ни раба несвободного, ни мужчины, ни женщины. И вроде мы смотрим, может иудей стать священником? Ну да, вот апостолы иудеи. Может ли и эллин стать священником? Вот апостолы и из эллинского уже роду племени. Что же у нас получается женщины? Мне ближе всего, как некоторая цитата, вот слова апостола Павла к его одному из двух любимых учеников, к апостолу Тимофею. Но епископ должен быть не порочен одной жены муж, трезвым, целомудренным, благочинен, честен, странолюбив и учителен. Епископ и священник, вот как раз некоторые канонические требования к служителю Господа, к совершителю его бескровной жертвы, среди них упоминается как раз и то, что должна быть одна жена. Конечно, тут есть другой вопрос, почему это про епископы говорят одной жены муж, а тут почему-то у нас епископы сейчас неженатые. Это отдельный вопрос, об этом тоже можно поговорить в другой раз. Сейчас бы я хотел обратить внимание на то, что человек, служитель Христа, дополняется некоторым кругом добродетелей. Прежде всего, служение Христу приносят не священники, а приносят все части церкви, все люди, каждый человек, частичка тела Христова, и, как апостол Петр говорит, царственное священство мирян. К нему принадлежат как мужчины, так и женщины. Благодать Святого Духа в таинствах, во всех таинствах, и в таинстве крещения, и миропомазания, и в таинстве брака, и в таинстве исповеди, и в таинстве причастия святых Христовых тайн, приобщаются и мужчины, и женщины в благодати Святого Духа совершенно одинаково. Единственная разница, насколько человек готов принять это таинство, насколько ему, его душа соответствует. То же самое с таинством священства. Таинство священства, оно не принадлежит человеку, который облечен священным цаном. Это тоже таинство дано всей церкви. И, собственно, его чудо состоит в том, что грешный, несовершенный человек совершает все остальные таинства. И благодать Святого Духа через его руки грешный, недостойный, возможно, этот человек, как, помним, Иоанн Златоус говорил, «немногие из нас спасутся», еще будучи священником в антиохии он эти слова говорил, что преображает человека. Нет, не преображает. Человек преображает его уже собственное стремление к Христу. Но, однако, дает возможность всей христианской общине таинством приобщиться. И вот священнику ему нужно, все-таки, раз он собирается быть служителем Господа, быть и целомудренным, и благочинным, и честным, и так далее. И, вот, конечно, с ним должна быть тоже жена. Это некоторое указание апостольское, которое показывает, что уже нет, тут про мужей речь не идет, не может ему священником быть муж, уже нам дает некоторое четкое апостольское указание. Однако, постараемся разобраться, почему это апостольское указание все-таки имеет отношение не к времени, не к какому-то там застаревшему первому веку прождествия Христову, а все-таки имеет отношение всегда и во все моменты существования мира, вплоть до второго Христового пришествия. Я думаю, что здесь показано то, что Господь, если мы вот вернемся еще в книгу Бытия, берет и говорит «Сотворил Бог человек, мужчину и женщину сотворил их». А потом, буквально несколько стихов спустя, Господь отдельно дает пророку Моисея описание того, как он сотворил мужчину, а потом, как из него сотворил женщину. Мужина и женщина дополняют друг другу. Женщине нет необходимости в священстве. Женщина и так получила от Господа особый талант с небес, быть матерью, которого лишены абсолютно все мужчины. Она и так жемчужна в венце творения в человеке. Она и так самое совершенное существо. И лишь малому числу мужчин дано для того, чтобы дополнять необходимое для всей Церкви получение Таинства Цветаго Духа служение священства. Поэтому служение священства – это не то, что узурпировал мужеский род, а это то послушание, которое Господь возложил. Возложил на тех людей, которые несовершенны, которые не могут родить ребенка, которые могут послужить Богу чем-то другим. А Господь тоже через апостола нам говорит. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли дарования им от исцелений, все ли им языки глаголят и так далее. Вот в ранней Церкви такие чудесные дары Святаго Духа были. Нет, не у всех. У кого-то одно, у кого-то другое. И главное, нам апостол Павел говорит, ревнуйте дарования больших. Вот любовь, любовь такая христианская, жертвенная. И поэтому мы тоже прежде всего должны смотреть, вот если нужно женщине это священство, зачем это нужно? Чтобы возрасти любви или, может, наоборот, чтобы не умалиться? Господь каждому дает кому-то пять талантов, кому-то два, кому-то один талант, кому-то, может, десять, кому-то половинку. Из каждого спрашивают за это. Для женщины уже даны такие таланты, которые мужчинам и не снились. Быть матерью и, конечно, вот, да, у меня там есть несколько деток, и они меня любят, но это не сравнится с той любовью, которую получает мать. Поэтому, дорогие мужчины, придется вам не расслабляться и тоже в случае чего готовиться к священному сану. Дорогие женщины, вы можете не переживать, Господь вам столько послушаний и благодатных даров дал, что этого вам вполне хватит, чтобы спастить, наследовать Царствие Небесное. И главное, помните, что священник, он должен служить всем, и мужчинам, и женщинам. Субтитры создавал DimaTorzok